Вот эти вот часы старенькие держат до сих пор больше суток. Так вот, в целом, их очень-очень сложно отличить. Вот эти вот пятые серии, а вот эти вот все-таки второй серии, потому что, видите, у них... Всем привет! Всем привет! Меня зовут Костя Павлов. И сегодня я с вами бы хотел поговорить о том, как заплатить в 10 раз меньше, но получить, в общем-то, то же самое. И я сейчас говорю о часах Apple Watch. В принципе, вот так вот, если я их буду как-то вот так вот вам показывать, вы, я думаю, очень-очень вряд ли сможете понять, какие из них, так скажем, стоят 6 тысяч, а какие из них стоят... Блин, я уж сам запутался, если честно. А какие из них стоят 60 тысяч? Я хотел купить новые часы и продать свои старые. Зашел на Авито и был крайне удивлен, что, оказывается, часы, которые я покупал в свое время за 50 тысяч, теперь стоят 5, 6, 7 тысяч. То есть я их не смогу продать даже за десятку. И, конечно, мне их стало жалко. Я пошел и купил новые часы. Начал их носить и понял, что зря их купил. Тем более за такую сумму в 64 тысячи рублей. Почему зря? Сейчас вам расскажу. В целом, я думаю, что человек, который прям действительно очень сильно разбирается в часах Apple Watch, да, может понять, какие из них пятой серии, какой второй серии. Но так вот, если взглянуть на них мельком, да, то ты не сможешь определить. У этих, смотрите, я специально поменял вот так вот ремешки. У этих ремешок вот так вот получается чуть грязный. То есть если бы он стоял на вот этих вот часах, то можно было бы сразу сказать, что вот эти вот второй серии, эти бэушные и так далее, а новые эти. Ну а так в целом реально их никак не отличить, если, конечно, они не на руке. На руке, в принципе, сразу видно, что вот эти вот пятой серии, а вот эти вот все-таки второй серии, потому что, видите, у них табло горит всегда. И если я его сделаю на себя, то оно просто станет еще более светлым. Если я его уберу от себя, то оно просто потемнеет, но при этом все равно цифры видны. Другое дело часы второй серии. Они всегда черные, и нужно обязательно их наклонить на себя, чтобы они что-то начали показывать. Но вот так вот в целом их очень-очень сложно отличить. И когда я вижу, например, ну часы не обязательно вот пятой серии, да, например, а второй или четвертой, да, то есть я там прям, ну прям очень сложно. Там есть, конечно, такая фишка, что на четвертой серии красненькая кнопочка, вот. И только из-за этого они хоть как-то отличаются от остальных, то в остальном это, в принципе, совершенно одни и те же часы. Вопрос. Можно использовать Apple Watch отдельно от iPhone? Можно, но не всегда. Для действий, которым нужно интернет-соединение Apple Watch, будут требовать iPhone, так как в них интернета нет. В них также нет и GPS, поэтому максимум, на что можно рассчитывать, это прослушивание музыки через iPhone. Я сейчас совершенно не голословен и могу сказать, что с этими часами я проходил, получается, около трех лет, ну и с этими часами я уже хожу больше месяца, и могу вам совершенно точно сказать, что, например, по заряду у них отличий нет. То есть, вот эти вот часы старенькие держат до сих пор больше суток. То есть, если вы их утром сняли, надели на руки, да, то на следующий день, где-нибудь только в середине дня они потухнут. Ровно так же и эти часы, которые совершенно новые, они также где-то вот только вот на следующий день потухнут и потеряют заряд. По функционалу, в принципе, они тоже совершенно одинаковые. Я поставил сейчас два одинаковых дисплея, так скажем, и все, и прямо не найти больших отличий. Также у них можно сделать там разные дисплеи. Ой, это, кстати, это же паспорт Кирилла Мехкова, нашего оператора, блин, капец. Разные у них дисплеи можно сделать, настроить совершенно по-разному можно. Ну, в общем-то, реально, ну, прямо вот не могу сказать, что у них есть какое-то гигантское отличие между этими и этими вот часами. Да, у этих часов чуть побольше дисплей, согласен, но они такие же, в принципе, толстые, как и эти. То есть, я думал, они будут хотя бы чуть потоньше. Ну, нет, они, в общем-то, такие же толстые. Часы второй серии меня всегда напрягали тем, что они, как я уже сказал, вот такие вот пухленькие, да, и смотрите, как вот они вот на руке сильно выпирают. И из-за этого ты постоянно там за что-то цепляешься, они постоянно, да, как-то тебе мешают жить. И я, честно, прям был уверен, что, например, там, начиная с третьей, с четвертой, там, и уж тем более уж с пятой серии, часы будут все тоньше и тоньше. Но так не получилось. Они все такие же реально пухленькие. Еще вот снизу вот это вот, видите, такая выпуклость, которая, да, делает их еще толще. Как вы уже поняли, к моему гигантскому удивлению, оказывается, ремешки подходят от одних и к другим часам. То есть, ну, это реально очень круто в плане того, что если у вас были какие-то старые часы, да, вы можете свои ремешки надеть и на новые часы. Обычно вся техника Apple делается так, что с каждым новым устройством к нему нужно покупать совершенно какие-то другие, там, не знаю, провода, чехлы. И все сделано так, чтобы ты не мог воспользоваться предыдущими дополнительными, да, устройствами. Какого хрена? Вот как видим, на часах все точно так же. И, естественно, зарядка тоже подходит и к новым, и к старым часам. Хорошо. Вот это хорошо. Вопрос, а как защищены Apple Watch? Пусть в Apple Watch и нет Touch ID или Face ID, но есть кое-что покруче. Сенсоры на обратной стороне часов следят за тем, чтобы у часов был постоянный контакт с кожей. Как только он прерывается, часы сразу же блокируют возможность оплачивать покупку с помощью Apple Pay. Вообще основная функция этих часов лично, как для меня, это когда тебе приходит какое-то сообщение или какое-то уведомление, тебе не нужно доставать постоянно телефон из кармана и смотреть, что же тебе пришло. Ты просто смотришь на часы и видишь, что там тебе, не знаю, написал Никита, да, и говорит там, сегодня я приеду к тебе снимать там в 15 часов и так далее, да. Ты посмотрел такой, типа, ага, вроде никакого вопроса нет, можно даже телефон не доставать и продолжаешь движение дальше. Вот, когда я забываю, реально такое бывает, часы забываю дома, это превращается в какую-то каторгу. Не знаю там, как у вас, но у меня просто столько сообщений разных приходят, постоянные всякие уведомления, что приходится постоянно вот это вот движение делать, смотреть в телефоне, типа, блин, что же там пришло, вдруг что-то важно, да, а ты открываешь, тебе просто мессенджер Яндекса, да, что-то написал. Вот, и тебе постоянно-постоянно приходится телефон либо в руках держать, да, либо постоянно вот его вытаскивать, и это создает кучу неудобств. Плюс еще этих часов в том, что, в принципе, вы пришли домой, положили телефон на зарядку, поставили, да, и просто с этими часами ходите, и видите все, что происходит, все, что приходит на телефон. Да даже если вам позвонили на телефон, вы можете ответить с часов. Кстати, давайте сейчас это проверим и посмотрим, как это работает на новых и на старых часах. Итак, давайте проверим, как работают старые часы на звонок, ну, и, собственно говоря, как работают новые. Ждем, когда Никита позвонит. Так, вот все, звонок идет, в смысле, он идет на телефон. С часами пока что вообще ничего не происходит. Ну? С часами реально вообще ничего не происходит, то есть, как бы здесь появился значок, что, типа, происходит звонок, но ничего вообще с часами нет. То есть, вот, видно реально, что Никита звонит, слушайте. Прямо реально фигня какая-то. Никита, а напиши что-нибудь в Телеграме. Так, вот пишет, что пропущен звонок. Так, а если Никита мне в Телеграме напишет? Так, вот, да, Никита мне написал, вот, привет. Так, это есть. Так, а позвони еще раз, слушай. А, во, а теперь звонок прошел. Странно, ладно. Может, они как-то не доподключились и так? Во, соединение есть. Да, Никита, слышишь меня? Ну, плоховато слышно. Сейчас даже погромче сделаю. Нормально меня слышно? Как обычный звонок, да, то есть ты даже не понял, да, что это с часов? Как будто на громко связи. А, как будто на громко связи. Понял, давай теперь новые часы проверим. Прикол в том, что ты просто меняешь местами часы и все. Они сами автоматически подключаются к телефону. То есть даже не надо ничего не менять. Сейчас еще пока нет, еще пока нет. Интересно, за сколько они подключатся? Нет, слушайте, довольно-таки долго подключаются. Я думал, что они прямо очень быстро подключаются, но нет. Напиши мне что-нибудь, Никит. Ну, а, да, слушайте, они, оказывается, уже давно подключились. Все. Ну что, сегодня все в силе? Никита написал. Да, давай, звони. Так, давайте посмотрим, как отреагируют новенькие часы. Слушайте, ну они прямо моментально отреагировали, вообще прямо моментально. Давай. Да, алло. Алло. Да, ну слышно ровно так же, как и на старых часах. Вообще ничего не изменилось. А меня как слышно? Тоже, тоже самое, да? Ну все, короче, понятно. Давай. Совершенно одинаково те и те часы считают вашу активность. Там, калории ваши, там, естественно, на этих часах уже 111 калорий я потерял, на этих всего лишь 5, потому что я их вот только что начал надевать. И получается, что большой разницы в них я, честно говоря, не вижу. Ну, разве что вот эти показывают 28 градусов, 29, но я думаю, это погрешность как раз-таки из-за того, что они подсоединены, может быть, я не знаю, к разным. Хотя время все идеально вообще, я не знаю, настолько все одинаково, что я не понимаю, за что переплачивать. Также мы можем зайти здесь и посмотреть разные программы, что, где, чего происходит, да? По быстродействию. Ну, конечно, они чуть побыстрее, но я не могу сказать, что прям намного быстрее. Ну, как-то вот так вот, да, все работает, как вы видите, да? Оп. Старые часы, в общем-то, делают все то же самое. Вот, ну, реально все то же самое. Но, ну, видно, да, что чуть-чуть вот они подлагивают, чуть-чуть не так быстро работают, как новые. Но в целом, не знаю, я серьезно вам говорю, что я прям большой разницы не вижу. Еще одна фишка Apple Watch, это если у вас старый MacBook, как будто у меня Air, да, я пока его не хочу менять, вот, по понятным причинам. То есть, когда я его открываю, мне не нужно вводить ни пароль, ничего, потому что он соединяется с телефоном и, опа, разблокирует мой MacBook. Мне не нужно ни палец прикладывать, ни пароль вводить, ничего делать. Ничего делать. Блин, сказал. В общем, к чему весь этот ролик? Совершенно вам точно говорю, что если у вас нет прям больших каких-то денег, да, есть там, ну, не знаю, тысяч пять, шесть, возможно, семь, восемь, да, то совершенно спокойно берите вот такую вторую серию. И это будет совершенно те же самые часы с теми же самыми функциями, да, и вы будете получать все то же самое, что и человек, который купил часы за 60 тысяч. Одно только действительно крутое отличие, что здесь вы, так скажем, ну, как бы даже не наклоняя на себя, сможете увидеть там и время, да, и показывать, ну, и смотреть вообще то, что на них происходит, да, когда вы смотрите к себе, то они как бы становятся еще светлее. Все. Других отличий вообще нет. Правда, совершенно нет. Если вы задумались о том, что купить себе Apple Watch, можете совершенно спокойно брать вот такие вот бэушные и все. Не прогадаете. Правда. Вот я уверен, что я в этих бы часах еще мог бы проходить 2, 3, 4, 5 лет, блин, и они точно так же бы хорошо работали. Также я хочу сделать ролик про телефон. Каждый год я менял телефон. Реально не было ни одного года, чтобы я не сменил свой старый iPhone на более новый. Но в прошлом году все сменилось, и я решил, что не хочу поддерживать Apple, потому что... Вы че? Короче, у меня вопросики есть к ребятам. Ничего нового они, так скажем, в 11-м iPhone не сделали, кроме вот этой камеры, которая делает, типа, там, фишай, да? Это единственное, что мне нравится в новом iPhone. Я подумал, что отдай-ка я попробую проходить с телефоном 2 года. И мне стало интересно, будет какое-то отличие, не будет вообще, произойдет что-то с телефоном или нет. Но об этом я уже расскажу вам, наверное, в сентябре, когда выйдет, наверное, 12-й iPhone, или не знаю, как они его там назовут. И я тогда уже конкретно сравню вот этот iPhone с 11-м, наверное, и с 12-м. И скажу вообще, стоит ли оно того, чтобы менять каждый год телефон или нет. Просто, если честно, я немножечко разочарован в покупке вот этих вот часов. Вот, поэтому, наверное, я решил сделать ролик, потому что мог бы совершенно спокойно продолжать ходить с этими часами, и ничего бы не произошло. То есть у меня iPad уже, где он там, господи, уже года 3, наверное, да? Я в нем сижу постоянно, играю там, что, а сколько ему лет? 6. 6 лет, да не может быть. 6 лет. Air 1, да? Да. У меня 6 лет iPad. Смотри, по-моему, да. Да ну нафиг. Он очень давно. 2013 год, а ну да. Ну 6-7 лет. Капец, сейчас, секунду, секунду. Короче, прикол в чем. У меня вот есть второй iPad, вот второй. В него играют дети, совершенно нормальные, и все довольны. Вот, и у меня вот этот вот мой iPad Air, да, про который мы только что вот говорили, которому получается уже 7 лет. И честно говоря, не то чтобы его менять. Я не знаю, я честно не знаю, когда я вообще его соберусь менять еще, потому что, ну в чем разница? Ну поля чуть потолще. Палец вместо Face ID, ну и камера чуть другая. Камера я вообще на iPad не пользуюсь совершенно, поэтому если бы был бы iPad без камер вообще, но дешевле, я бы взял такой. Правда. Ты реально думал уже 2 года? Я думал, да нет, я думал ему года 2-3, да. Ему уже 6 лет. Возможно даже 7, но он просто вообще работает, вот как будто бы я его только купил. Правда, ничего не поменялось. Заряд тоже держит офигенно. Но этому получается уже лет 10. Но вот у него единственная проблема получается только то, что заряд стал хуже джать. Все. В остальном все так же круто, шикарно. Не знаю, вот эта гонка за новыми Apple, есть ли вообще в этом смысл? Мне кажется, я когда-нибудь посвящу один большой ролик вот этим вот гаджетам и скажу, что можете менять продукцию Apple, ну раз в 2-3 года. И будете совершенно то же самое получать в своей жизни. С вами был Костя Павлов, который все проверяет на себе. Всем пока. Так. Ну, чуть-чуть может быть видна разница. Это, видишь, так более плавно работает. Это как-то немножечко так. Но в целом это прям вот одно и то же все. Вообще одно и то же. Вот это вообще нет смысла менять. Но вот этого смысл точно нет менять. Этот, конечно, еще можно поменять, но я бы его уже давно поменял, если бы не дети. Разница вообще никакая. Вот кто-нибудь просмотр набивает. Ну да-да. Мистер Кэти. Мистер Кэти. А, это уайт Настя Шоу. Самый популярный блогер. Так выглядит миллиардер. Так тупо, да? Здравствуй, зайчик. Многие из нас на нём не...